День добрый, уважаемые зрители! В первую очередь хочу всех поздравить с великим праздником, праздником Победы 9 мая. Безопасное и приятное лето! В Евросоюзе назвали сроки введения ковид-паспортов. Система сертификатов о вакцинации может заработать в ВЕС уже в июне этого года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйнер. По ее словам, это позволит возобновить поездки в Евросоюз и внутри него, а также обеспечить европейцам безопасное и приятное лето. Система сертификатов о вакцинации от коронавируса может заработать в Евросоюзе уже этим летом. Мы должны сделать возможным поездки в Европейский Союз и внутри него. Я рада сообщить, что юридическая и техническая работа над сертификатами о вакцинации для Евросоюза идет по плану, чтобы система заработала в июне. Отметила фон де Ляйнер. Она добавила, что политическое соглашение о введении ковид-паспортов может быть достигнуто уже до конца мая. Таким образом, люди получат возможность иметь при себе неопровержимые доказательства того, что они были привиты, переболели ковид-19 или у них отрицательный взаимно признанный тест, пояснила глава Еврокомиссии. Самые неопровержимые доказательства – это самочувствие человека. Либо он болеет, либо нет. «Мы хотим, чтобы европейцы могли наслаждаться безопасным и приятным летом», – отметила фон де Ляйнер на своей странице в Твиттер. Ранее идею внедрения паспортов в вакцинации от коронавируса для путешественников поддержали министры туризма стран G20. Они отметили, что возобновление путешествий и туризма играет ключевую роль в восстановлении мировой экономики из-за прямого и непрямого экономического влияния этого сектора на другие. «Опять паспорта, опять какие-то ограничения. Нет паспорта. До свидания, Евросоюз. Паспорт есть. Будьте любезны, пожалуйста. Тут и так уже всевозможные ограничения. Визы, шенгенские и так далее. При этом всяческие бюрократические моменты. Сейчас еще и паспорта от COVID-19 должны будут туристы иметь. Но зато безопасное и приятное лето, по мнению чиновников Евросоюза. Про паспорта все. Подписывайтесь на канал, заходите. Всего доброго. До свидания.